Спасибо, в апреле или в мае получится на почту в Денисске 840 рублей. Спасибо. Заявления на материальную помощь начали принимать еще в начале февраля, но в пунктах их приема по-прежнему немало пенсионеров. Всего помощь от города рассчитывают получить порядка 40 тысяч пожилых сочинцев. 9 тысяч из них уже подали соответствующие заявления. Конечно, эта акция, которая сейчас проходит, очень нужна людям моего возраста, моей жизни прошедшей. И я считаю, что очень хорошо, что сделали так отдельно, группы обслуживают. 840 рублей столько получат малообеспеченные пенсионеры из городского бюджета. Деньги даже в непростых экономических условиях нашли для тех сочинцев, пенсия которых меньше 10 тысяч 86 рублей, то есть прожиточного минимума для трудоспособного населения края. Я очень рада и я надеюсь, что меня поддержат все остальные пенсионеры, что администрация нашего города нашла возможность из своего бюджета выделить нам компенсацию за подорожение САХа. Эти деньги сочинцы могут потратить на свое усмотрение. Например, компенсировать возросшие платежи на вывоз мусора. Эта выплата может быть потрачена пенсионерам на те нужды, которые ему необходимы. Она носит единовременный характер, то есть выплата осуществлена, может быть, один раз в год одному человеку. В Сочи продолжают работать постоянные и временные пункты подачи заявлений. Их около 50. Список можно найти на сайте городской администрации. Сюда нужно прийти с паспортом и, если есть, справкой о размере пенсии. Документы будут принимать до 30 ноября. А выплаты начнутся уже с 1 апреля. 840 рублей переведут на карту, либо их можно будет получить на почте. Ольга Десятова, Димит Даниловский, телекомпания, ФКТ.